МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем выпуск с сообщения о происшествии. Барнаулиц на грузовой машине спровоцировал смертельную аварию в Новосибирской области. 58-летний мужчина выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с «Газелью». Водитель «Газели» скончался на месте, сообщает в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. На кадрах видно, что «Газель» разорвало на две части. В аварии также пострадала женщина. За рулем «Мазды» водитель получила ушиб грудной клетки. Причина аварии, что произошла накануне, сейчас устанавливают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К другим темам. Плата за питание в школах Барнаула с нового года увеличится. Цена не менялась с 2016 года, рассказали на комбинате школьного питания «Глобус», который обеспечивает обедами почти все 80 из 82 школ краевой столицы. Индексация произойдет на уровне инфляции. Сейчас вот наступил момент, что уже пора. Мы же хозрасчетное предприятие. Нам никаких денег ниоткуда не датируется. Ну, поэтому вы знаете, что расходы растут абсолютно все. Индексация происходит везде. И заработная плата, и так далее. За этот период даже мрот увеличился. Мы сами вправе определяться стоимости цены. Мы должны правильно определить свой уровень расходов, чтобы не быть убыточными. Уведомительное письмо комбинат школьного питания направил в городской комитет образования и все школы Барнаула. С января для учеников младших классов стоимость комплексного обеда станет дороже на 5 рублей в день, для старшеклассников – на 7. Сейчас обед для учащихся начальной школы стоит 55 рублей, для остальных – 65. В среднем за месяц плата вырастет на 100 рублей. Изменится ли в связи с этим повышение стоимости в меню, пока сказать не готовы. Сейчас в комплексный обед входит вторая булочка и напиток. Не только в качественном питании, но и лечении нуждаются и юные, и взрослые жители края. К примеру, порядка 9 тысяч земляков остро нуждаются в том или ином виде протезирования, приобретении тростей, замене сустава или в установке внешних искусственных приспособлений. Последние, как правило, высокотехнологичные и весьма дорогостоящие, но время от времени их все же выдают пациентам. Об одном из них, а также о том, насколько долго приходилось ждать современных протезов, расскажет Анастасия Дорога. Роспись, выдача. 17 лет назад Александр учился писать без кисти, теперь будет осваивать навык новой рукой. Напрягаю, тут двойной щелчок, или как получается, раз, палец в другое положение. Владение технологией уже на твердую четверку, хотя опыта всего два дня. После того, как много лет назад мужчине отрезало руки электрическим напряжением, он пользовался протезом, который не двигается. Дома помогали насадки под молоток и тиски. Сейчас, говорит, чувство рук, конечно, не вернешь, но жить станет куда легче. Более уверенности, более, может быть, и эстетически она живет. И что вы уже можете с ней делать? Здороваться. Такие протезы с внешним питанием мужчине предписала медицинская комиссия. Изготовили их в Барнауле, а затем подогнали размеры под конкретного пациента. Датчик на мышцу сгибателей, на мышцу разгибателей. И посылая импульсы, сигналы, эти данные поступают в микропроцессор, и микропроцессор передает команду на кисть выполнять то или иное движение, или, как мы говорим, схват. Эти сигналы человек направляет, они могут быть слабые, сильные, они могут быть продолжительные или короткие. Этот протез, наверное, самый дорогой, потому что общая стоимость двух вот этих протезов с двумя косметическими оболочками на каждую руку обошлась в 5 миллионов 450 рублей. Это все финансирует фонд социального страхования. Всего в этом году на подобные высокотехнологичные изделия фонд выделил около 30 миллионов рублей. Ощастливили семерых, но каждому из них пришлось ждать несколько месяцев. Александру, к примеру, полгода. Но большей части пациентов, нуждающихся в протезах, устанавливают аппараты попроще, косметические и так называемые рабочие, с различными насадками. В целом, в очереди на их обновление стоит 9 тысяч жителей края. Анастасия Дорогана, Андрей Печеркин. Наши новости. Вместо больничных палат, горнолыжные склоны взамен медицинских приборов, спортинвентарь. Детей с ограниченными возможностями сегодня ставили на лыжи. В крае стартовал уникальный проект фонда Сергея Белоголовцева «Лыжи мечты». Подробнее в сюжете Валентина Аскеровой. Первые, но уже довольно уверенные шаги. Встать на специально оборудованные лыжи маленькая Олеся мечтала давно. Не было возможности. На обычных девочке с ДЦП не устоять. Благодаря проекту «Лыжи мечты», который реализует благотворительный фонд «Крылья ангела», у девочки заветное желание наконец воплотилось. Три дня назад она встала на настоящие горные лыжи. А уже сегодня совершает восхождение в гору. Эмоции, конечно, непередаваемые. Я всегда переживаю за дочь, всегда восхищаюсь ею, потому что она большая троженица. То, что нравится ребенку, конечно, в первую очередь нравится и мне. Стараемся вместе мы все это заниматься вместе и воплощать все это в жизнь, все наши мечты. Помимо Олеси, на лыжню вышли еще пятеро особенных ребятишек. Все занятия бесплатны. Детей тренируют опытные инструкторы. Организаторы признаются, социальный проект воплотился в жизнь благодаря федеральным спонсорам, которые закупили специнвентарь и подарили детям возможность развиваться полноценно. Ребятишки катаются ски-бра, дающие детям, которые не могут ходить, стоять и держаться на лыжах. Какое рвение у них, какая жажда научиться этому и насколько положительных эмоций они от этого получают. Я думаю, у них все получится. На занятия записывают всех особенных детей, независимо от диагноза и степени тяжести заболевания. Правда, пока тренируют только ребятишек из Барнаула. Когда появится дополнительное оборудование, рассказывают организаторы проекта, покорить лыжную трассу смогут дети со всего края. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. 20% человек исключат из членов регионального отделения «Единой России» в связи с проведением аудита. Уменьшение численности членов партии произойдет за счет пересчета и в том числе исключения умерших жителей. Такую проверку не проводили последние несколько лет. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко, подводя итоги года и рассказывая о планах на 2019-й. В числе самых значимых событий года партийцы отметили высокую политическую активность населения края на выборах и отсутствие серьезных нарушений, а также обновление первичного звена. Всего в крае более 1300 первичных организаций. Укреплять их планируют в том числе финансово. Конечно, очень значительное прошло обновление руководителей первичного. И поэтому нам сегодня задача стоит с одной стороны научить, а с другой стороны помочь. Впервые за 17 лет существования партии «Интересы Алтайского края» в Генеральном совете «Единой России» будут лоббировать два представителя региона. Это губернатор Виктор Томенко и депутат АКЗС Алексей Кривенко. Кроме того, в новом году на федеральном уровне партии создана комиссия по этике, которая будет принимать решения относительно поведения членов партии, в том числе исключать тех, кто нарушает нормы и использует партию в личных целях. Вместе с тем, основная задача – увеличивать число сторонников партии. В преддверии Нового года в Край участились случаи незаконной вырубки елок. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в региональном министерстве природы. В общей сложности зарегистрировано шесть правонарушений. Это, правда, меньше, чем в прошлом году. Снижение числа незаконных вырубок статистики специалисты Минприроды связывают с тем, что жители края, оказывается, стали чаще встречать праздник вне дома. При этом эксперты уверены, что ближе к празднику количество срубленных елок обязательно вырастет. Повсеместно усилен контроль за охраной лесного фонда. Созданы оперативные группы, которые сегодня работают под рулением леса. По пресечению законной заготовки также очень тесно налажено взаимодействие с органами прокуратуры, проводы в районах, плюс очень хорошо нам помогают сегодня и БДД тоже районов. Ну а вот барнаульские авторы новогоднего фильма «Сказки» вновь попытаются доказать общественности, что добро побеждает зло. Они создают ленту, которая называется «Кофе со вкусом». Только что завершился второй день съемок. Завтра запланирован третий, заключительный. Социальная короткометражка станет новогодним подарком для жителей края. Раз, два, три, поехали! Извините, мы закрываемся. Завтра приходите, пожалуйста. Что ж, очень жаль. Это один из ключевых эпизодов фильма – сцена бездомного и баристы. Именно им в итоге предстоит рассказать зрителям, что только с помощью добрых дел в жизни можно преодолеть различные трудности. Вроде бы и сказка, но такая реальная. Мне интересно, что у нас в Брауле ребята занялись творческим каким-то кином. Не просто там раз, сняли все, а тут, конечно, подожди. Это сам принесите, потрясите, покажите там все. То есть со смыслом каким-то, а не просто сюжетом. Кофе здесь не просто атрибут, скорее ключевая деталь на протяжении всего фильма. Бориста готовит посетителям бодрячий напиток с различными вкусами. Горечью, злостью, страхом, унынием, одиночеством. Все меняется после той самой встречи с бродягой в канун Нового года. Теперь для тех, кто скуп, в напиток добавляется щедрость. Для тех, кто опечален, радость. Один человек меняет себя и сознание сотен барнаульцев. Моя задача вообще – этот мир сделать лучше. А где так? И все. Так просто. То есть, людей в этом мире сделать добрее, лучше и чтобы всем было отлично. Поэтому не надо отдаление делать. Просто сделать плавное движение. В основе картины – сказка Николая Кузнецова «Кофе со вкусом». Написать сценарий автора вдохновил эксперимент о влиянии эмоций на воду. Идею социального фильма о вечном, о добре и зле поддержали городские чиновники. Это будет их подарком для всех жителей. Здесь нету таких банальных персонажей, бабок, ежиков и прочих. Здесь реальные люди, реальные жители нашего города, которые как-то живут, как-то двигаются. И в конечном итоге, казалось бы, один человек, обычный барист, обычный молодой парень, начинает меняться, начинает меняться сам. И вокруг него все начинает меняться. «Кофе со вкусом» – это еще и благотворительный проект. Все деньги от показа ленты и продажи фирменного кофе, обещают режиссеры, пойдут исключительно на благие дела, в помощь детям-сиротам. Помимо кинотеатров и глобальной сети, показ фильма запланирован в школах и детских домах. Правда, авторы подчеркивают, эта поучительная сказка будет интересна не только детям, но и взрослым. «Ты меня угостил, я тебя угощаю. Так ведь люди делают, верно?» Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Барновл продолжает прирастать этажами. В центре города, на улице Димитрово, строительная компания «Жилищная инициатива» готовит к сдаче первый дом нового комплекса «Димитровские горки». Весь город у ваших ног. Димитровские горки расположились на естественных приобских склонах, откуда открывается прекрасный вид на историческую часть города. На фоне уходящего в прошлое частного сектора, новый 17-этажный дом выглядит как шаг в будущее. И при этом все нужное для жизни. Теплые кирпичные стены, просторные одна-двух-трехкомнатные квартиры с натяжными потолками и теплоотражающим покрытием на окнах, благоустроенная и безопасная придомовая территория. Димитровские горки – одно из лучших предложений в центре Барнаула. Домы снаружи выглядят очень эффектно. И внутри мы постарались сделать много полезных и приятных опций для наших новоселов. В продаже у нас осталось буквально несколько квартир. Приглашаем вас в наши офисы продаж. А также познакомиться с планировками, забронировать квартиру можно у нас на сайте. Важное преимущество – удобное расположение. В шаговой доступности несколько школ, детских садов, несколько вузов, а также торговые центры, магазины, банки и кафе. Словом, все, чем богат центр города. Еще один плюс – транспортная доступность. Пять минут ходьбы и вы на Красноармейском. Для владельцев авто предусмотрена двухуровневая подземная парковка. Димитровские горки – все для полноценной жизни. Торговый центр «Знак» представил обновленный отдел керамической плитки, над которым работала команда профессиональных дизайнеров. Теперь проще представить, как плитка будет выглядеть у вас дома. Ванная комната, кухня, коридор. Сегодня плитка не ограничивается только этим. Материал, которым привыкли выкладывать пол, перебрался на стены и может стать украшением вашего интерьера. Стильные и уютные спальни, гостиные, столовые. В торговом центре «Знак» около тысячи квадратных метров плитки. И это самый большой выбор в городе. Сюда приходят у нас покупатели за готовыми решениями. Часто здесь сделано все так, как можно сделать вживую. Видят, как расстановлена не только сама плитка, но и мебель. Например, предметы интерьера у нас стоят здесь же, хорошо представлены. Часто приводят дизайнеры своих потенциальных покупателей также показать, как это будет выглядеть в объеме. Керамика, представленная в готовых решениях, может быть любой формы – бетоном, камнем, деревом, текстилем, кирпичом. Дизайнер от компании «Знак» поможет создать неповторимый образ вашей комнаты. В новом модели представлены яркие коллекции от известных брендов – «Витро», «Эстима» и многих других. Данные коллекции не только эстетичны, но и максимально практичны. Керамики не страшны болезнетворные бактерии, огонь, яркий свет или вода. Если вы хотите увидеть самый большой выбор качественного, красивого и доступного керамогранита, то добро пожаловать в торговый центр «Знак». В завершении выпуска о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом решать только вам настоящие подарки для таких разных, навсегда настоящих мужчин в сети магазинов трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В крае переменная облачность. В первой половине дня в большинстве районов снег, во второй без осадков и резкое похолодание. Днем минус 15 ожидается в Бийске, Изминогорске, 22 ниже нуля в Заринске, до минус 27 в Тальменке, в Барнауле ночью 13, днем 25 ниже нуля и слабый северо-западный ветер. Одевайтесь теплее, напоминаю телефон редакции в Барнауле прежней 722 440. У меня на этом все новости, до встречи в эфире.